здравствуйте сегодня я хочу поговорить про расстановки цикл истории у меня есть называется расстановочные истории там где я записываю видео обычном дороге вот и просто рассказывать какие-то случаи из расстановок вот как примеры чтобы вы может быть как-то на себя примеряли может быть у вас что-то было похожее а вот история такая обращается девушка с аллопеция аллопеция это облысение выпадение волос то есть когда уже такое и говорит что у нее волосы начали выпадать еще там детстве в подростковом возрасте и в общем всю жизнь этот процесс идет так или иначе и мы стали расставлять и оказалось в том смысле что это было в речке где были еще другие люди и в том числе дети и всем казалось что она просто купается она в это время тонула это вот кстати отдельная тема вы же наверняка про это слышали мы в турции тут живем и слышим эти истории нам их как бы там транслируют постоянно регулярно про то что когда человек тонет это не как в фильмах я тону спасите помогите а это просто человек уходит это надо видеть это надо чтобы кто-то увидел что он тонет понял это и спасал там как раз была такая история что никто не понял то есть ее уносила горная вода и люди как бы даже видели но думали почему то что она купается не могу себе представить как это все было но вот как то так она может не очень хорошо это сама помнит вот в итоге ее спасли это увидел кто-то какой-то человек спас ее вот но естественно этот ужас который она пережила что она чувствует что она тонет что ее уносит вода и что она не может об этом даже говорить можно сказать и тем более не может докричаться потому что там кричать невозможно просто и вот ее мама и вот как бы вот это ощущение да что она это пережила и это отфиксировалось в теле это осталось в памяти и если у кого-то из вас были какие-то похожие истории да когда вот проходили через что-то подобное да там через через воду когда-то чуть не утонули либо через пожар может быть где-то был пожар сильный и вас там например как-то спасли да вот кажется что ай ну в детстве ну было и было да а это остается в теле и остается на уровне вот такого как это сказать подкорочного да то есть на уровне подсознание ужас смерть страх смерти страх потерять там кого-то вот и это остается и это вот так вот так вот выражается это разными интересными диагнозами вот не всегда обязательно интересными иногда может быть в каких-то поведенческих реакциях а ну вот такой вот рассказ такая история я не к тому что надо что-то брать и делать да я к тому что чтобы вы знали что так может быть и что что ну что вот если вы будете это расставлять то это можно убирать то есть это не диагноз в смысле не непреодолимый диагноз да то есть такие вещи можно разбирать оставлять убирать и в общем жить по другому отпускать да вот когда говорят во многих практиках есть такое что отпустите отпустите прошлое там и так далее вот отпустить просто усилие мысли на мой взгляд невозможно может быть кто-то считает что можно но я считаю что нельзя да вот а для того чтобы действительно отпустить нужно прибегнуть к помощи кого-то вот я в моем случае я расставляю наверное какие-то шаманы могли бы это сделать там из своих техник и практик как-то по-другому вот вот такие такая история на сегодня пишите комментарии пишите вопросы все пока